Сегодня 26 ноября, вторник. Смотрите в новостях телеканала ОСА. Трое в масках на черной приоре нападают на водителей маршруток. Стекло разбили, что успели, вот помяли. Подробности разборок в первом сюжете. Из колеи на Кравченко выбрасывает машины. Накат этот, вот из него выкинуло ее. Ачинцы знают быстрое лечение этой проблемы. Чистить вовремя. И все. Вот и все. Жители авиатора катят бочку на мэрию. Просто боимся, что мы придем на слушание. И у нас возникнет такой момент, что нам скажут, вот у вас готовое. Мы скажем, нам не нравится, нам скажут, а как вам нравится. Почему в бывшем военном городке люди не доверяют действующей власти? Привет из 90-х. Криминальные разборки на рынке пассажирских перевозок. По нашей информации, такой случай уже не впервые. В Ачинске водители самих маршруток утверждают, что на них и на их автомобили нападают молотчики в масках. Поподробнее сейчас расскажу. Обычный морозный день Алексея Финашкина, он же водитель маршрутки номер 8, начался, как обычно, баранка, пассажиры и дороги Ачинска. Прекрасную картину в этой идиллии средь бела дня в полдень испортила банда налетчиков. В прямом смысле этого слова Алексей говорит, не думал, что такое может с ним произойти. Сегодня на меня совершили нападение, повредили мой автобус. Я подъехал на остановку, под загрузку, увидел черную приору выскочивших людей в масках. То есть, ну, понял, в чем дело, нажал на газ, на разворот, они меня начали догонять и в процессе, когда догоняли, вот разбили автомобиль мне. Трое налетчиков с битыми, говорит Алексей, успели повредить только одну сторону его маршрутки. Если бы не среагировал вовремя, могло бы быть хуже. Били куда доставала битая, рассказывает водитель. Сильно досталось двери для входа пассажиров в салон и несколько вмятин на корпусе газели. По словам очевидцев, приора черного цвета была с заклеенными номерами. Как считаете, почему? Это конкуренты. Похожий случай с другим водителем маршрутки произошел ровно месяц назад. На условиях анонимности мужчина рассказал, на этом же месте в 11 дня на него напали трое в масках. По описанию история один в один. Молодчики двигаются на черной приоре с тонированными в ночь стеклами. Номера закрыты. По словам второго пострадавшего, он вышел на остановке в магазин, а когда садился обратно за руль, получил удар в лицо. Никаких угроз или требований нападавший не говорили. Молча сели и уехали. Этот водитель в полицию обращаться не стал. В разговоре с телеканалом ОСА сообщил, по его мнению, это конкуренты ведут разборки на рынке перевозчиков. По информации нашего источника, наемники в масках не из местных, а приезжают из Красноярска. Сейчас на городских маршрутах работают четыре фирмы. Харпер Плюс, Град, ИП Балабанов и ИП Сидорова. Анна Ахметова, Вильдан Калибуллин, телеканал ОСА. Ачинские водители жалуются на нечищенные дороги. Автомобилисты рассказывают, из-за снежной колеи опасно перестраиваться даже на соседнюю полосу движения. Машину заносит и выбрасывает, когда на обочину или парковки, а когда и в другие авто. Такое случается как у новичков, так и у опытных водителей. Вот такая ситуация у нас. На Кравченко, второй некрайон. Вот темный автомобиль. Просто выкинуло его с зимней колеи, и он вытолкнул другой автомобиль. Вот так вот. Эта авария случилась на Кравченко накануне. И по информации телеканала ОСА, это уже вторая за неполную неделю. В четверг тоже на Кравченко иномарка влетела в столб из-за колеи. Похоже, дурная слава самой колейной улицы нынче достанется этой магистрали. В прошлом году по три машины в день вылетали со Сдержинского. В колею попало, потащили. Это как раз, говорю, чистить надо. Кстати, Кравченко и еще четыре улицы попали в черный список ГИБДД. На днях инспекторы дорожного надзора обследовали городские магистрали. Выявлено несколько участков, в которых были обнаружены именно колейность. Колейность не только от снежного наката, но и из-за просадки в асфальте. К таким улицам можно отнести улица Кравченко, там три участка дорог, улица Ленина, улица Чкалова. По данным фактам, сотрудниками госавтоинспекции выдано предписание на устранение данных недостатков сроком до 1 июля 2020 года. И также были у нас выявлены ямочность на дорогах, на участках дорог, как улица Зверева, улица Манкевича. Добавлю, если улицы Кравченко, Ленина, Чкалова, Зверева и Манкевича не приведут в порядок до июля, то мэрии придется заплатить крупный штраф. Хотя ОСА рассказывала, платят штрафы чиновники не из собственных карманов, а из бюджета. В соцсетях телеканала ОСА Ачинцы дополняют список опасных дорог. По мнению наших зрителей, сюда же улица Стасова, Свердлова и Гагарина. Автомобилисты называют одно верное средство от дорожных проблем – все делать вовремя. Ну, некачественный асфальт, надо все поменять, все сделать новенькое, новенькое, новые технологии, новый асфальт. Чистить почаще. Вот тут несколько раз чуть не убились на этом, на парке, где эта кривая, эта дорога. Заново сделать дорогу. Больше ничего не могу предложить, потому что колея есть колея. Чистить вовремя. И все. Вот и все. А какие могут быть еще? Какой выход еще? Потому что, если вовремя не почистить, вот буквально несколько часов, час-два, и все это прикатается, и потом нужны будут больше вложений. Ну, самое действие, наверное, технику выпускать, чистить нужно. Ну, плохо ездить, конечно. Может быть, обращаться больше в наши органы местного самоуправления, да, и вот туда. Похоже, с опасной колеей на городских дорогах Ачинцам придется жить до конца зимы. И напоминаю номер единой диспетчерской службы, куда автомобилисты и пешеходы могут сообщать заявки на уборку тротуаров и дорог круглосуточно. 7-70-50. Мария Липченко, Александр Сиделев, телеканал ОСА. И на нашей улице праздник. На привокзальном, наконец-то, открылось почтовое отделение. О плюсах и минусах смотрите далее в выпуске. В сети губернские аптеки появилась натуральная косметика собственного производства. Крема и маски для лица, очищающие спреи, бальзам для губ и многое другое. Ждем вас по адресам Свердлово, 19, УВР, 48 и Декабри, 127. Компания «Енисей Агра» предлагает жителям Ачинска мясо свинины, говядину и курицу в большом ассортименте и по приятным ценам. Мы находимся на край базы Кирова-3, склад 10. Большое поступление мужской и женской верхней одежды. Размеры от 42 до 80. Евромода, пятый микрорайон возле пятого дома. Соболь на третьем микрорайоне, около ТЦ «Весна». Продолжается череда общих собраний собственников в микрорайоне «Авиатор». Сегодня жители сразу четырех домов собрались, чтобы обсудить свое будущее. Сейчас расскажу подробности. Они беспокоятся за то, чтобы потом эта земля не была отдана под что-то другое. Например, территория вот этой детской нашей площадки спортивной. Я понял это. Под стоянку автомобилей, к примеру, говорят. И я за это. И мы это и обращаемся к администрации. К администрации. Я так же считаю. Вечерами то один двор в бывшем Авату, то другой превращается в поле битвы. Жители так и говорят. Мы боремся за свое спокойствие. Мы сейчас боремся за то, чтобы сформировать участки, придомовые участки. Так как по плану в городе, там не поймешь, что разрисовано. Напомним, мэрия заказала план межевания земли в «Авиаторе». И сейчас собственники квартир решают, какую часть они возьмут в придомовую территорию. Опыт у жителей Авату уже есть. Они дружно отстояли, чтобы стадион мэрия не отдала под строительство жилого комплекса. А еще посреди двора и чуть ли не на детской площадке мог появиться хостел. Люди тогда чуть не пикеты устраивали. И сейчас, говорит Наталья Созинова, по плану мэрии получается, что через детский городок нарисована какая-то дорога. Наталья говорит, чиновникам, чтобы не отхватить потом народного гнева, не сидеть бы сейчас по кабинетам, а встретиться с народом и объяснить. Нужно делать все согласованно, для того, чтобы было во благо людей. Не так, чтобы это было, как мы сделаем, с тем вы и соглашаетесь. Если вы принимаете какое-то решение, оно должно быть во благо людей. Это вы кому сейчас говорите? Это я обращаюсь к администрации нашего города, чтобы нас слышали, чтобы хотя бы нас понимали. Вот эти вот слушания, которые будут 13 декабря, ну, нужно тоже продумывать. Если вы хотите, чтобы мы согласились с этими слушаниями, следовательно, предварительно хотя бы нужно встретиться с жителями микрорайона. Мы не просим ничего абсолютно, мы просим оставить все как есть, мы просим оставить наш жилой зеленый микрорайон. Мы просто боимся, что мы придем на слушание и получится, и у нас возникнет такой момент, что нам скажут, вот у вас готовое. Мы скажем, нам не нравится, нам скажут, а как вам нравится. Мы хотим выйти к слушаниям со своим решением. Страхов и переживаний у жителей городка много. Боятся, что сосны вырубят, березовую рощу отдадут под гаражи и коттеджи, понастроят вместо зеленых зон и детских площадок каких-нибудь гостиниц, магазинов или стоянок. Не скажу за весь город, но в авиаторе люди не верят действующей власти в лице Ахметова. И, похоже, основания для этого у них есть. Поэтому для страховки жители готовы взять в придомовую территорию чуть не всю землю в городке. Депутат по округу Владимир Азереденко говорит, ачинцам важно принять обдуманное решение. У нас одно с вами, одна точка зрения. Мы хотим, чтобы нам выделили правильно. Я вам не хочу желать плохого. Вы поверьте. Если вы поделите вот эту всю территорию, счета вам придут. Ну громадные. Поэтому, на мой взгляд, надо поделить. Я вас не буду отговаривать, как вы пожелаете. Я буду поддерживать. Вы только услышите меня. Я считаю, надо выделить так, чтобы внутри все равно осталась территория муниципальная, но ее, чтобы лишнего не платить, но и чтобы территория была такова, чтобы на ней ничего нельзя было построить. 13 декабря в мэрии пройдут публичные слушания по разделу «Земель в авиаторе». Смогут ли услышать и понять друг друга власти народ – ОСА покажет. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Почта на Кирово наконец-то открыла свои двери для всех жителей привокзального района. Большой Солыри, Шанхая и Сибгородка. Но, судя по виду, на сегодняшний день, и как утверждают специалисты Почты России, работы еще много, чтобы перевести всю документацию, все посылки, ну и привести в божеский вид общий зал для всех посетителей. В зале почтового отделения немноголюдно. Люди еще толком не знают, что радость пришла на привокзальный. Кто-то просто набегами, кто-то пришел с конкретной целью. Помещение просторное – это первый плюс, так как обслуживаться в этом отделении будет не один привокзальный район. Пока из удобств вилавочки, несколько столов, но это только пока, говорят в Почте России. Сейчас полным ходом идет укомплектование почты. Будет завезена дополнительная мебель для комфорта жителей. Люди, в свою очередь, с пониманием относятся к небольшим недочетам. Конечно, рады. Там неудобно было. Но вообще в целом, подстановка, как вот, понятно, что только открылись они? Пока ничего не могу сказать. По мне вот я получила и пошла, все нормально. Все нормально. Главное, чтобы обслужили вовремя. Здесь нужно отделение в ферракзальном, потому что, наверное, в Фронзовом далековато одно, мало, наверное. Ну, то есть, зачем было закрывать, потом снова открывать, какие-то такие метро, они непонятные. Напомню, больше года назад по решению суда отделение номер 5 на Кирова 54 было закрыто из-за жалобы одного из жильцов дома. Все это время представители Почты России и мэрия Ачинска активно вели поиск подходящего помещения. Им оказалось помещение на Кирова 46. В полную силу отделение почты, как сообщили в пресс-службе, заработает в декабре. Анна Ахметова, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Стелла работникам мелькомбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Ее отремонтируют по задумке администрации в 2020-м. Еще ремонт достанется другим памятникам в нашем городе. Об этом подробнее расскажу далее в выпуске. Грандиозные низкие цены в аптеке всем. Мизимфорта 69 рублей. Пенталгин 150 рублей. Тауфон 90 рублей. Аптека всем. Ждем вас теперь по новому адресу. Второй микрорайон 25А. Компания Синт представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 Мбит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. В новой Причулымке еще больше подарков. Праздничные продуктовые наборы, посуда, постельное белье и многое другое. Подпишись на газету до 25 декабря и участвуй в розыгрыше призов. Подробности в газете «Новая Причулымка». С наступающим Новым годом! В Ачинске к юбилейному празднованию Дня Победы, которое состоится в следующем году, отремонтируют памятники. Как сообщают в администрации, из 12 памятников 7 находятся в удовлетворительном состоянии, а 5 нуждаются в срочном ремонте. Это братская могила воинам зверски замученных на Дальнем Востоке. Находится она на городском кладбище, недалеко от скорбящей матери. Еще один претендент на ремонт в 2020 году – Стелла, работникам мелькомбината, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Стелла установлена на улице Манкевича. Третий в списке на ремонт – памятник патриотам Ачинцам, несшим свои сбережения на постройку самолета «Боевая подруга», которая находится на площади 65-летия Победы. Заметим, что все эти три памятника были отреставрированы 10 лет назад. Из городского бюджета было выделено 2 миллиона рублей. Постамент «Танк ИС-3» на площади 65-летия Победы и памятник воинам-землякам, павших смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны, который находится в поселке Мазульский, тоже должны отремонтировать до 75-й годовщины Великой Победы. Как сообщают в администрации, сметы будут составлены до 2 декабря, а все работы планируют завершить до 20 апреля. Кстати, в нашем городе может появиться еще один памятник. Идею выдвинул Городской совет ветеранов. Они предлагают установить обелиск, посвященный детям войны. Выбирали эскиз будущего памятника из шести вариантов и остановились на каменной плите с вершиной, устремленной в небо. Вместо журавлей, вот тут на эскизе журавлей, вместо журавлей кто будет? Вот наше предложение, что фотографии, портреты или детей заняты той работой, которую они делали в годы войны. Именно работали на обувной фабрике «Спартак», на швейной фабрике, на полях. А уже художники там, я думаю, они предложение сделают. Мы мысль подадим, а художники уже предложение свое, наше предложение воплотят. Место для нового памятника уже определено. Это площадь 65-летия Победы. Аллея за самолетом на одной линии с обелиском пограничником и памятником воинам-бойцам 91-й стрелковой дивизии. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала «Аса». Конкурс от телеканала «Аса» на лучшие фото в новогоднем костюме из прошлого продолжается. И осталось всего три дня. Успейте прислать свои фото в наши социальные сети. Вы за выходные стали очень активными. И сейчас смотрим подборку ваших фото. А участникам и тем, кто еще не решился отправить позитивное фото из прошлого, напомню, что конкурсанты, приславшие самые оригинальные снимки, получат подарки – сертификаты от наших спонсоров. Не забывайте, что и названия фото должны быть креативными. Успейте поделиться своим ярким воспоминанием. Впереди 27, 28 и 29 ноября. Это последние дни, когда вы можете поучаствовать в битве советских фото. Спонсор прогноза погоды. Центр лабораторных технологий АБВ. Все виды медицинских анализов. Результат в кратчайшие сроки по доступным ценам. Центр лабораторных технологий АБВ. Находится по адресу 5 микрорайон, дом 54. Телефон 93324 и 8800 234 4001. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова